чемпион глава первая 1979 год моя мама валентина беременна мной шел девятый месяц беременности и мой папа который любил походы в горы так и вытащил маму валю в горы с ночелкой сначала было все хорошо но благодаря физической нагрузки ночью я захотел выйти в мир родители собрались среди ночи и пришли ближайшему населенному пункту мама валя шла сама придерживаясь за папу романа потом так и назовет меня когда идти не смогла папа нес маму на руках папа был здоровым спортсменом занимался дзюдо боксом штангой это моему папе и помогло донести маму со мной в животе в село там среди ночи нашли автомобиль и помчались в роддом так и экстремально и появился на этот мир первые годы не очень помню как и любой нормальный ребенок помню в основном собаку лайку лену детство было почти как у всех за исключением того что много ездил по горам яркие воспоминания про детство скорее всего с первого класса не то чтобы в школе было что-то сверхъестественное просто когда мама отвела в школу в первый класс папа на второй день отвел меня секции боксом созвученному тренеру украину любомиру григориевичу паламарин и скорее всего я там получил пару пиздюлин это были яркие воспоминания которые запомнились на всю жизнь шел седьмой год моей жизни тогда я не мог даже подумать что через 30 лет моя жизнь закончится но сейчас не про это то что я помню это как семьей ездил карпаты с ночелкой на неделе а то и месяце и тренировки со мной на бокс паламарю ходили очень плановит и ребята как зубрехин божак туперчур макарова олег и виталик но хороших парней можно долго их имена называть но мы едем дальше 1982 году у меня родился младший брат тогда по всем каналам телевидения которых кажется было h2 у т1 и у т2 точно не помню показывали фильм максим перепелица так и брата назвали максим а был у нас дедушка дмитрий который очень любил чистоту и порядок как он меня доставал с уборки особенно собирать мусор сковора вручную при том что было два пылесоса ракета и спутник кто помнит 80 и 90 тот знает только две модели пылесоса продавали советские времена хотел пару слов про макса рассказал тут уже пылесосе дед появился ну короче говоря я с ним всякие эксперименты проводил фиток я издевался и мучил его то ложку на конфорте на гре а потом словил его и в грудь припечатал неё там шрам остался на всю жизнь а папа когда посланного черемшой или другой какой-то лечебной травой я заставлял максима собирать а сам курил сигареты до тех пор пока он не перебал меня большой палкой и не убежал и ничего за это не сделал просто пришел домой сказал молодец братан 1987 год у нас появился еще один брат не родной а приемный дело в том что моя мама валентина училась на теоретальном драгобыче хотя сама родом с донецкой области и после окончания института приехала жить папе и по месту жительства в городе стрии и направили на работу с начала директором клуба глухонемых для это ей пришлось выучить язык глухонемых потом директором клуба железной дороги в рж где проводили всякие культурные мероприятия ток-шоу дискотеки приготовили благотворительные концерты детских домах так и появился в нашей семье пятилетний темнокожий мальчик эдуард помню как мама приехала со львова домой уже с эдиком как раз мы в комнате спортзале делали зарядку точнее ходили по кругу и разминались комната была большая там был турник буксерская груша штанга и разные гантели резинки эспандеры ну делаем и зарядку и заходит мама с эдиком мы в шоке это такой перепуганный а папа говорит ему ну чё давай к нам сделать зарядку эдик пристроился сзади и мы втроем начали делать пробежку по комнате разминка закончилась и давай мы с максом показывать ему всякие трюки на турнике пришла очередь нашего темнокожного брата батя поднял на турник эдик зацепился подвесился как колбаса и начал плакать наверное потому что было высоко и боялся упасть батя снял его и начал успокаивать пришли мы плавно на разные упражнения с гантели и батя предложил эдику побороться с максом первая схватка максим победил так и 2 3 и 4 тренировка закончилась эдик плакать и к маме на следующий день папа подговорил максима чтобы он поддавался эдику в борьбе и тут первая схватка это победил макс у него прям глаза загорелись и ему захотелось заниматься спортом но с походом в первый класс их ждала та же участь что и меня после нейки на секции бокса к паламарю блин да ладно это же история про меня а не про них но не сейчас моей жизни все-таки не вспомнить школа бокс соревнования учился я особо нехорошо бокс как-то лучше получался летом нас папа вывозил в карпаты и все каникулы мы там жили точнее больше всего максима так как он меньше меня следом любил бокс редко ездил на соревнования то папа его держал в горах то в артек его отправляли потому что у нас были спортивные сборы в то время когда можно было поехать в артек я в основном был как курьер приезжал привозил продукты там ночевал с утра шел по грибы со всеми а потом забирал все грибы килограмм так 30 50 и шел 10 километров на вокзал батя всегда нас кормил кашами грибами часть трав кофе было дома но пили вот только гости а про что же я это а против зуба которая мне потом пригодится вот так мы и жили и росли соревнования чемпионат русской области над украины помню как-то это финальным боем мы с пацанами очень волновались и у нас было кое-что мы бегом выбежали спорткомплекса раз два три забежали назад и все помню весело было боксировать страх куда-то пропал вот тогда потихоньку носилась моя любовь всяким запрещенным веществам шли годы это были 90 бокс денег не приносил а даже наоборот чтобы поехать на соревнования надо было ехать за свои деньги никто ничего не финансировал азарт бокса потихоньку угасал зато появлялся в другой сфере тренировки мы заменяли дискотеками искали где нажить денег курили траву и думали куда податься в это время приехал друг семи который сюда там говорил точнее торговал на барахолке и говорит москве на рынках сюды кофе чай носит продают а тут нету займитесь ну мы и занялись купили два термоса одноразовые стаканчики кофе договорились женщины которая жила недалеко от барахолка чтобы она нам воды кипятила и разные сладкие булочки пекла за этот получала свой заработок но дело и пошло этот на первый взгляд смешной бизнес приносил очень хорошие деньги я сам не успевал и взял в дело своего одногруппника на этот момент я уже учился во своем училище на электрика там и познакомился с в центре города был вещевой и продовольственный рынок и мы захватили его тоже так как барахолка работала только по субботам а со временем барахолка совсем закрыли и мы продавали кофе на центральном рынке и как и полагается в 90-е никого в этот бизнес не пускали появились деньги и как не созревший пацан я тратил их налево и направо бокс начал надоедать потому что не приносил никаких дивидендов мало того надо было еще доставать деньги на жилье дорогу питания ну и я думаю кто в боксе в эти времена был тот помнит и знает понятное дело я выбрал продавать кофе и зарабатывать начал зарабатывать появилось много соблазнов попробовали алкоголь потом наш арсен попала трава план много из названий в это целебные вещества это есть тогда еще тренировался даже помню мы с пацанами пошли покурили перед боем но когда появились порошки тогда я забыл точнее забил на бокс и тогда понеслось кофе продавать уже не хотелось я чувствую себя царем мира и море было по колено так и бизнес кофе перешел в любые руки а мы светком еще с некоторыми пацанами присели на жопу тогда был хайп ехать за границу не выгалом германии сдаваться в азюль так мы и сделали нас привезли в багажниках мы сдались в азюль а потом говорится съебались жили на съемной квартире воровали в магазинах точнее короче занимались или мелкими кражами те времена можно было холодильник с магазина вынести вот одна история выносим холодильник с магазина и грузим на багажник сверху на автомобиль подходит продавец и говорит что вы делаете до примера им а ну хорошо и ушел а мы уехали в германии я был два года потом меня поймали на серьезной краже и должен был быть суд а меня бы точно посадили вот я рванул домой а еще раз такую историю как сдавались в азюль то есть мы как сдавались беженцы туда-сюда а был один уникал и типа таджиков вообще рассказывал это что сел говорит на барана еду-еду глаза закрыл открыл глаза это дома говорит машины не пойму где я что я так зовут не помню ну и короче кофе не я думаю все они это понимали для чего-то все делалось ой ладно начнем другого много вещей я передавал домой думаю сейчас приеду и будет за что он первое время перекумали приезжая домой а дома ни хрена почти нет я говорю баки а где все вещи а а баки да я не говорил что ты дал добро чтобы он продавал и тут я думаю это блин просто продавал пока я там тяжело работаю я думаю что я убью эту обезьяну ну ладно пару дней потусовался в родном городе стрей деньги еще были никуда деньги начали заканчиваться устала не до шуток я помню как пошли на речку я меля и брат макс и думали смели что дальше делать я такой говорю поеду в москву и дядь и серёжа на лет что будешь там делать не знаю пока на следующий день покупаю билет москву делаю с пацанами проводы собой взял только одну сумку с вещами поезде было продолжение пиво водка ресторан москва еле вылез с вагона на киевском вокзале меня цветут серёжа ну и поехали но к нему домой меня ломала от всякой там грёбаный сегни на тот момент я не пробовал я не знаю даже чем может того что еще не придумали и тут первые слова сергея александровича рома рома что ты с собой сделал а был такой худой прям кощей бессмертный я первые дни москве мы просто общались гуляли по москве ходили в кино театр и тут внезапный вопрос от сергея александровича рома что ты умеешь делать больше всего а я такой сходы воровать а кроме воровать думал 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 боксировать ну вот давай с этой начнем и тут сразу как только мы пришли домой ушел к телефону и звеню домой кистры поднимая трубку младший брат максим алло алло макс да ромка ты да я как ты там братишка да нормально хожу снова к поломарю чтобы по ней не заниматься молодец брат слушай передай мне поезда мои боксерские перчатки боксерки короче всю мою экипировку а тебе зачем смеется максим короче передай мне надо максим тогда подумал чё за нахуй зачем ему боксерские перчатки нужны да у брата макса пиздецкое удивление тогда было в тот же вечер он отзвонил и сказал что отправил дал номер вагона и пожелал удачи но чтобы тут не говорили макс всегда был ответственным мало на следующий день я получил посылку там кроме экипировки всякой были травяные чаи не ту чтобы курить а просто пить и заваривать чай а я думаю зачем мне этот чай а вот сергей александрович и понравился долго не думаю я пошел ближайший спортзал и снова записался на бокс только уже в Москве после каждой тренировки шел магазин и покупал пиво и сигареты перед домом падал на лавочку отходил от тренировки и короче говоря кайфовал через месяц или два моих похождения на бокс в Москве меня записали выступать на кубке москвы ну как записали я сам на просилку и тут наступает этот день а страшно блин не хочется думаю зачем я это сделал снова возвращение на ринг блин ё-моё вышел я первым на этот ринг и думаю где мой соперник и тут выходит блин такой качок ну его нафиг ну точно не мой вес бляха муха думаю мне пипец и тут гонг начало первого раунда и это хуета как сорвалась как будто какой-то питбуль с цепи на меня и у меня сработала тактика только защищаться вот так я целый раунд убегал а на второй меня сняли чтобы этот бультерьер меня не убил хотя за целый раунд он меня не попал с ринга сам чуть три раза не вылетел со своими кулаками в тот момент все и началось на этом турнире меня и заметил марк ионович мельцев я были с ринга как тарадор с арены в шоке от происходящего и вот переоценение своих сил и фантазий по правде говоря я думал будет проще но когда ты кайфуешь сила не приходит а уходит и тут подходит ко мне лысоватый худой с усами мужичок и спрашивает ты кто такой где тренируешься где живешь я отвечаю да так живу дядьки тренируюсь тот там то сям ну как то так и марк ионович предложил переехать к нему кикбоксерский клуб киток клуб назывался киток на преображенской площади это метро там такое рядом если что на следующий день я собрал все свои шмотки которые вмещались в одну сумку уже их пакет потому что экипировку брат прислал и поехал в киток меня поселили в комнату дагестанцы сделали справку для полиции что я нахожусь в москве на тренировочных сборах клубе киток с пацанами сначала не очень дружба как говорится ладилась но конечно методы я с ними подружился клубе жили не только парни спортсмены но и девчонки русские якутки две мулатки маша и жаклин но больше всего я подружился свет которая казалась избьянкой но очень классным другом про него мы еще поговорим начались тренировки я оставал от всех повезухи на голову а может и две а может и три даже и все в китайке меня пиздили это так меня заело что после тренировок я оставался шел в качалку и качал все свои слабые места в китайке в принципе было все для прогресса жилье шикарный зал для тренировок душ баня отличное питание но денег ноль ушло время я набирался сил и начались первые соревнования по кикбоксингу и как ни странно я их выиграл просто перебил всех руками начале каждого раунда просто махал несколько раз ногой для того чтобы не сняли очки а потом тупо переходил на бокс но денег за это не давали на те времена мало спонсировали кикбоксинг но было где жить было что есть и на этом спасибо тут как-то нас свет и точнее она свет и вышли ребята которые устраивали бы и без правил казино и сказали нам нужны бойцы для шоу платят 300 за выигрыш что за проигрыш кажется точнее я не помню для нас на эти времена были это большие деньги и мы сказали конечно да светка со своей хваткой сразу зарисовалась промоутеры мы выступала тоже толтостумы любит смотреть как бабы дерутся ладно обо всем по порядку по боям без правил мы еще вернемся прошло полгода или вот мы поехали на первые мои спортивные сборы с китеком и опаторе и там где мы жили было много свободных мест я думаю подхожу от марки ионовичу и спросил можно мой брат макс приедет марки ионович да давай я позвонил максу он сразу купил билет и через сутки был симферополе где я его и встретил приехали наш тренировочный лагерь познакомил максима с марки ионовичем а марк сразу ты приехал сюда не отдыхать будешь со всеми тренироваться макс говорит маке и буду но тут построение марки он задает вопрос летит самолет в каком случае он быстрее прилетит в точку назначения если будет лететь за вращением планеты или против вращения планеты все молчат а макс такой сходу конечно против вращения планеты марки ионович войну ты даешь максим по голове еще не насыщали да и все начали просто ржать ну это веселый момент и евпатории было весело за 30 дней тренировочных сборов один раз ездили на казантик когда конечно марки ионович ездил к родственникам и никто про это не знал а другой раз нам дали время погулять до 12 но мы с братом про время забыли к максиму приехала его девушка со строя под утро хотели тихоньку выбраться на базу но марки ионович нас уже ждал у входа когда мы с максом получили 12 кругов штрафных после общей тренировки после забежали в море как говорится остыть и уснули прямо на этом пляже мне повезло больше чем максимум я лег на топчан под накрытием а брат увидел то что был ближе лег и уснул так как было утро и солнце только встало было еще прохладно никто и не задумался что можно обгореть так вот максим как спал на боку то одна сторона сгорела а другая осталась белой вот это было зрелище прошло 30 дней сборов кстати насчет сбора три тренировки день и так каждый день свободное время можете заниматься чем хотите в основном это был сон ну так вернемся прошло 30 дней спортивных сборов пора ехать москву марки он говорит забираем максимум москву я такой думаю значит макинский показал с хорошей стороны если марки он задал такой вопрос подумал я просил максима едешь москву он сразу доеду и побежал звонить батю и девушки после запрыгнул автобус пазик мать его который ехал максимум 70 километров в час это с крымского полуострова до москвы посмотрите по карте сколько это километр кстати ехал с нами один чувак без паспорта не будем называть его имени дабы избежать лишних вопросов которых мы на границе с россией накрыли сумками и так и проехали ехали мы очень долго но доехали в китек без поломок и приключений приехали в москву максима поселили мою комнату там была комната на четырех человек начались тренировки соревнования на денег не было надо это зарабатывать бои без правил никто не отменял помню один день который принес хорошую сумму денег тогда я дрался с тайским боксером главная моя задача была чтобы не бил лоу кики по ногам так как одна нога у меня перенесла серьезную операцию первый раунд я его разбил но в конце раунда он меня схватил и начал коленями закидывать по ребрам я не мог оторваться и просто поднял его и выбросил зарин китайцам на стол этот поступок еще больше добавил куража поединок а китайцы и были довольны как таяц выбил всю посуду с собой у них на столе второй раунд и я заметил в эту плинку приближается товарищ маркирович и спонсор группы китайцам у меня прям все и и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова